Привет, уважаемые зрители моего видео, моего канала. Давненько не было на тест-драйвах у нас спорт-туристов. Последний был в 2016 году, и это был Suzuki Bandit 1250. Сегодня на тест-драйв к нам тоже попал спорт-турист, но, к сожалению, а может быть и к счастью, он не в оригинале. Это BMW F800ST 2007 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем с истории. В 2006 году компания BMW представила первые мотоциклы семейства F800. Это были две модели. S, спорт-версия с клипонами, и ST, спорт-турер, отличающийся от S-версии рулем и пластиковым обвесом. Позже семейство дополнилось моделью GS, туристический эндуро, и Naked версии R. Любопытен тот факт, что в этом случае немцы отказались от каноничного оппозитного мотора, и, на мой скромный взгляд, оснастили мотоциклы наиболее компромиссным двухцилиндровым рядным мотором, который выдает как неплохое количество лошадок для своего объема, так и располагает с солидной тягой в широком диапазоне оборотов. Модель S особой популярности не завоевала и продержалась на рынке всего пару лет. 2012 год стал последним для модели ST, которую сменила модель GT. С тем же мотором, правда, прибавив 5 лошадей и обновив внешний вид и электронику. Что касается характеристик. На мотоцикл установлен австрийский двигатель от фирмы Rotex. Рядный двухцилиндровый четырехтактный силовой агрегат жидкостного охлаждения объемом 798 см3 с углом коленвала в 360 градусов выдает 85 лошадиных сил максимальной мощности при 8000 оборотах в минуту и 86 ньютона метров крутящего момента при 5800 оборотах в минуту. Система газораспределения DOHC, соответственно, два распредвала по 4 клапана на цилиндр. Питание осуществляется инжектором. Сцепление многодисковое в масляной ванне, коробка передач шестиступенчатая, усилие на заднее колесо передается посредством ремня. Что касается рамы, то она алюминиевая, диагональная. В оригинале на мотоцикле спереди установлена телескопическая вилка с диаметром перьев в 43 мм и тормозная система Brembo, состоящая из двух дисков и четырех поршневых суппортов. Увы, этим зрелищем вы не насладитесь, поскольку сюда встала вилка с тормозами и колесом от Yamaha R6. Связано это с лихим прошлым конкретно данного мотоцикла, поскольку он был в ДТП. Подвеска заднего колеса, консоль с моноамортизатором, который настраивается на сжатие, отбой и предварительный натяг пружины. Ход составляет 140 мм. Тормоз представлен одним диском диаметром 265 мм и однопоршневым суппортом Brembo. Колесо имеет размер 180 на 55 на 17 дюймов. Сухая масса мотоцикла 204 кг. Топливный бак вмещает 16 литров топлива, что при заявленном расходе в 3,8-4,2 литра на сотню, вполне соответствует туристическим замашкам мотоцикла. Что касается седушки, то тут целая история. Самое высокое седло имеет высоту 840 мм. Самое низкое 760 мм. Есть несколько промежуточных вариантов. Если я не ошибаюсь, а так и есть, то это самое низкое седло. И самое неудачное. Потому что зазор между ними пластиком в палец. Такое чувство, что оно вообще не с этой модели, не с этого мотоцикла. Ладно, давайте проедемся. Начну с того, что мы в первую очередь хотим знать. Да, с динамики. Ведь нам в первую очередь интересно, сколько лошадиных сил, сколько он едет по скорости, как он разгоняется, чем насколько это комфортный мотоцикл, и как он управляется на дороге. Верно? В плане лошадей и тяги мотор очень удачен. До сотни мотоцикл стартует за 3,7 секунды и способен разогнаться до 220 км в час. По динамическим характеристикам, пожалуй, можно его поставить в один ряд с Kawasaki Z750 и подобными моделями. Он достаточно динамичен. Полка момента ровная и открывается практически полностью уже с 4000 оборотов и вплоть до 8000. Но вот когда его заводишь, такое чувство, что раскручиваешь жестяное ведро с гайками. Во время работы шумы немного пропадают, но все равно присутствуют. Мне довелось наблюдать процесс ремонта данного мотоцикла. Изначально при покупке он выглядел совсем убого. Его довели до ума. Вот сейчас он имеет такой вид. Вживую увидел третий шатун в картере мотора, призванный уничтожать вибрации. Он, кстати, прикрывается стальной штампованной деталью, которая находится в картере. В итоге практика показала, что при стандартной замене масла, то есть открученный сливной болт, откручена заливная горловина и снят фильтр масляный, как ни старайся, как ни наклоняй мотоцикл, последние 400 грамм масла не слить. И еще эстетический момент, который мне не понравился. Это то, как мотор поставлен в раму. На первый взгляд все нормально, но присмотревшись, бросается в глаза значительное свободное пространство за цилиндрами ниже инжектора. Что касается посадки и управляемости мотоцикла. Понятное дело, я никак адекватно не могу судить об аэродинамике и управляемости, поскольку перед мотоциклом не в оригинале. Посадка в целом сохранилась практически родная. Здесь установлен стрит-бар и, я думаю, по параметрам ничего особо не поменялось. Сидеть удобно. Присутствует небольшой наклон вперед и острый угол в коленях, который как бы подсказывает тебе, что ты едешь на спорт-туристе. Здесь есть нотка спортивная. Но я думаю, все не так жестко, как на модели S. Управление простое и понятное. На скорости, уже стартуя от 10 км в час, пропадает ощущение тяжести мотоцикла и он рулится вообще классно. Единственное, что отличает BMW по органам управления, так это флажки поворотов на обеих пультах. Аварийка включается с зажатием обеих клавиш, а клавиша выключения находится на правом пульте. Это классическая фишка большинства современных мотоциклов BMW. Думаю, если поездить на этом мотоцикле чуть дольше, день-другой, то вообще никакого дискомфорта не будет. Также придется привыкнуть, что бензобак находится под сидением. А в фальшбаке установлен аккумулятор, фильтр бокс и мозги. Этот нюанс позволяет снизить центр тяжести мотоцикла, что позитивно влияет на управляемость. Приборка и зеркала здесь стоят китайские, поэтому тоже об оригинале я судить ничего не могу. Пока катался, зеркала просто задолбали, поскольку они живут своей жизнью после 100 км в час. Но это все поправимо установкой просто нормальных качественных зеркал. Поскольку направленность мотоцикла туризм, то он снабжен добротным таким алюминиевым багажником. И я полагаю, что есть возможность достаточно просто установить оригинальные боковые кофры без каких-либо переделок. Ну и понятное дело центральный. Там даже отверстия предусмотрены, я полагаю, что под родной кофру. Что касается ощущений, то ехать мне было комфортно. В оригинале, считаю, можно спокойно ехать 150-160, не ощущая напора встречного ветра. Сидение также, несмотря на определенную жесткость, позволяет преодолевать значительные дистанции. Оно в меру широкое. Оно достаточно удобное, что у водителя, что у пассажира. В целом, мотоцикл неоднозначен. С одной стороны, он удобен и динамичен. Но с другой, он дорог в обслуживании по сравнению с японскими аналогами. А еще есть сложность ремонта. Если, допустим, взять любой мотоцикл из японской четверки, Ямахи, Хонды, Сузуки, Кавасаки, то в интернете можно нарыть бесчисленное количество различных схем и компоновок. То есть электрические схемы и прочее, прочее, прочее. По двигателю, по электронике, по всему. То скачать подробный мануал на BMW стоит 20 евро. И в нем, скорее всего, будет написано так. Чтобы починить вот это, приедьте в сервис BMW, отдайте мотоцикл в руки специалиста и заплатите деньги. В этом заключается ремонт мотоцикла BMW. Я-то не против, если есть деньги у человека. Но хотелось бы видеть больше технической документации в широком доступе в интернете. Такой вот интересный и в то же время неоднозначный BMW F800ST, который попал сегодня к нам на тест-драйв. Не в оригинале, но какой есть. С вами был канал Кроссмота, его ведущий Владимир Красюк. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok